Сергей Сергеев напомнил сотрудникам администрации, в первую очередь их задача соблюдать и отстаивать права и интересы анапчан. Несогласных с такой политикой принудительно задерживать в должности не будут. Нет проблем, не буду ущемлять ни чьи права. Человек идет работать адвокатом, есть нормы адвокатского практики, и пожалуйста, работай, разъясняй решение, скандаль в процессе, что хочешь делать. Но пока ваши сотрудники, наши сотрудники, ваши, я имею в виду, представляют мои интересы в суде и ходят по моей доверенности, они должны, в первую очередь, защищать интересы граждан. Это правило должно распространяться на все сферы – экономику, благоустройство, образование. Ответственные за каждое направление должны относиться к работе серьезно и вдумчиво, призвал Сергей Сергеев, участников планерки, и распорядился оставить служебные автомобили. Так заместители мэра и начальники управления смогут увидеть, какие проблемы в городе стоит решать в первую очередь. Чистое неповиновение. Если мы отмазывались так вот, если сказать, что в Сочи там задействованы, то сегодня где? Так дело не пойдет. Еще одно распоряжение – приводить город в порядок, начиная со спальных районов. Бордюры, тротуарную плитку менять, чистить и убирать постепенно к центру. И эта работа должна проходить без напоминаний и указаний от мэра Анапы. Где новая плитка? Где зеленение? Где новое строительство, в том числе для нуждающихся? Где детские сады новых мыслей? Хватит. Давайте вот компоновать и рассказывать. То, что я вчера увидел в спортзале возле шестой школы, это только можно так образно назвать спортзалом. И там занимаются дети. И вот этих 68 миллионов хватит на 168 таких спортзалов, чтобы посидеть. Куда мы их деваем? Долги там еще. Я долговых этих не накапливал. Хватит. Себрак закончился, март начался. Мы ямочный ремонт не делаем. У нас город в ямах, населенные пункты в ямах. Мы не делаем твердого открытия в сельских населенных пунктах. У нас ни один глава не знает, сколько денег он будет иметь. Но не он, а сколько денег будет на округ выделено на то, чтобы починить дороги, починить освещение. Вот о чем надо разговаривать. Хорош. Рассказывать под камеру, что мы тут собрали на 68 миллионов больше. Если бы мы сказали, что мы на 68 миллионов больше вложили в благоустройство, в том числе и сельских населенных пунктах, вот тогда надо аплодировать. Простой вопрос экономии тоже потребовал детального рассмотрения. Хороший хозяин не будет платить лишние средства за перерасход энергии. Но не все хозяева в Анапе это понимают. В бойлежной стоит унитаз. Жара невыносимая, вторую дверь открыли. Для чего? Чтобы прохладнее было. Но мы же так платим за это. Понимаете? Мы за тепло платим денег. И довольно серьезно. Есть тепло в мирный пункт, где можно поставить, вернее есть кран, только на нем бирки нет, что можно закрыть. И не будет оставаться, где мое время при температуре плюс 18, помещение. Я в этой школе видел это все в прошлое весло. Сергей Сергеев потребовал относиться с уважением к памяти и подвигам героев, привести в порядок мемориалы и прилегающие территории, в спальных районах, где это возможно разбить парковые зеленые зоны. Оставлять благоустройство города в таком состоянии, как оно есть сейчас – преступление. Заместитель мэра Анапа Алексей Харитонов распорядился начать работу по ремонту перекрестков и бордюров в ближайшее время. До летнего сезона осталось три месяца. К 1 июня все работы по благоустройству должны быть завершены и поддерживаться по мере необходимости. А для этого необходимо каждый день контролировать санитарное состояние и порядок на улицах в центре курортной зоны и в спальных районах. Сергей Сергеев подчеркнул, все ответственные будут нести персональную ответственность за выполнение и тем более за невыполненное поручение. Об организации патриотической работы доложил заместитель мэра Сергей Козлов. Анапчанам есть чем гордиться. За месяц провели 357 мероприятий в рамках военно-патриотического воспитания молодежи. И каждая беседа, праздник или встреча с ветеранами прошла на высоком уровне организации и понимания. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион.